Особое мнение на 101FM Срочная новость, такого федерального формата Госдума призвала Медведева ввести санкции против Грузии Это будет ответом на непрекращающиеся российские провокации Этой ведомости приводят цитаты Грузинские, да, антироссийские На непрекращающиеся антироссийские провокации Грузинские, да, совершенно верно Депутаты категорически осуждают эти самые провокации И открытые выпады радикальных сил этой страны Считают, что они ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений И предлагает Госдуму правительству рассмотреть возможность специальных экономических мер Предусмотренных федеральным законом О специальных экономических мерах в отношении Грузии Ну, собственно говоря, какие это могут быть меры Нам заявляли вчера Это могут быть очередные запреты продажи грузинских вин Продажи Боржоми, например Да, ограничения на авиасообщения между Россией и Грузией уже действуют Вам, как кажется, этот конфликт, он насколько долго будет длиться? Ой, Господи Вот, Аня, я не знаю, есть ли этот конфликт вообще Если он есть, то между кем и кем он существует И в чьих головах Ну ладно, на уровне власти российской высшей он, видимо, все-таки есть Ну, я считаю, что это все-таки конфликт придуманный У нас как-то так странно получается, что всегда бьют своих, чтобы боялись чужие Ну, запретили туристам летать в Грузию Ну, да, безусловно, сократится поток туристов Да, но все равно туда люди ездили, ездят и будут ездить А российские туристические фирмы, которые организовывали самые эти туры, да, сейчас несут убытки? Слушайте, вот И не платят налоги потом? С одной стороны, граждане должны, на мой взгляд, все-таки проявлять большую самостоятельность в планировании собственного отдыха Если они собираются съездить в эту же Грузию, для этого нет необходимости прибегать к услугам туристических агентств Интернет, слава богу, у нас еще пока работает Ян Евгеньевич, вот какая история, понимаете, не все опытные путешественники и не все понимают, с какими ресурсами по бронированию отелей и покупке билетов можно связываться, а с какими нет Для кого-то надежнее через турфирму, потому что вроде как юрлицо, вроде как несет какие-то перед тобой обязательства Все понятно, нет, вы вот сейчас говорите про конфликт, ну, то есть авиасообщение, ладно, преодолимо для человека, самостоятельно путешествующего преодолимо тем более Если у нас будут предприниматься другие меры какие-то Когда господин Онищенко, как всегда, нашел в грузинском вине какие-то изъяны и недочеты и недостатки Насколько я помню, в Россию грузинское вино не ввозилось несколько лет И от этого виноделие Грузии не особо, по-моему, и пострадало Они переориентировали свои рынки на Европу, на Америку Подтянули, между прочим, к общеевропейским оценкам собственное вино И страдали, как всегда, только россияне, которые привыкли к хорошим грузинским винам Которые не очень дорогие, между прочим Ну, в сравнении там с какими-то европейскими дорогими винами, нет? Нет, вы как эксперт можете сказать Грузинские вина по сравнению с Европой стоят, безусловно, в разы дешевле хороших французов У грузинских вин, можно, кстати, на эту тему отдельно обсуждать Есть определенные особенности в производстве Которые приводят к тому, что вина, даже белые, они на вкус гораздо более экстрактивны Чем эти же французы, либо немцы Экстра что? Экстрактивны То есть они больше содержат тонинных веществ из шкурок Они более вяжущие и одновременно обладают такой очень приятной кислотностью Подобного рода стиля в Европе, ну, наверное, нету Может быть, немецкие рислинги Своебражные вина Они достаточно долго мезгу выдавленного винограда держат в бродильных чанах Вино получается более терпким Вот эта особенность грузинского виноделия, она очень приятная И как раз в России-то вот подобного рода стиль всегда приветствовали Но, тем не менее, с учетом того, что раз от раза наши службы государственные Вставляют препоны в продвижение грузинских вин и минеральных вод на наш рынок Ну, я думаю, что Грузия не составит большого труда Приучить к своему стилю виноделия и ценителей из Европы и обеих Америк А России-то что делать? Ну, водку, наверное, пить Ой, а или не пить вообще? Или не пить вообще? Мы не пропагандируем Нет, нет, ни в коем случае Как долго будет продолжаться эта история? А это от нас с вами, Аня, не зависит Ну, мы можем предположить Ну, хорошо, какие шаги должна предпринять Грузия сейчас? Грузия? Грузия в отношении России, чтобы Россия, не дай бог, не запретила продажу грузинских вин Вообще Грузия должна предпринимать какие-то шаги или нет? Верите, вот я бы, честно говоря, считал абсолютно правильным с тем, чтобы эту истерику как-то сократить, ее накал Прекомендовать грузинским политикам просто не реагировать никак Просто никак Даже если будут какие-то материальные потери от сокращения экспорта вин в Россию Все-таки государственный суверенитет стоит достаточно дорого для того, чтобы, простите, прогибаться под самодурство отдельно взятых личностей Тем более, что по последнему инциденту, я имею в виду, там, выступление журналиста на канале Руставе-2, да, грузинская, ну, властная верхушка сделала все, что могла Все осудили, все осудили публично Что еще надо сделать, по мнению наших властей, всем грузинам встать на колени и покаяться? Перед кем и в связи с чем? Нет, я не понимаю подобного рода искусственную политизацию конфликта, который, простите, высосан из пальца и возник на ровном месте абсолютно Яна Чеботарев в нашей студии, юрист, мы переходим к кировским темам У нас есть 4 минуты до первого перерыва Я бы просила вас прокомментировать историю, которую мы обсуждали сегодня в первом части дневного разворота Некоторое время назад Кировское региональное отделение ЛДПР, ну, буквально несколько дней назад Разместило у себя на страничке ВКонтакте информационные сообщения о том, что предлагает кандидатам, потенциальным кандидатам в депутаты Которые хотели бы попробовать свои силы заявляться на выборы, ну, скажем так, при помощи ЛДПР То есть прийти в партию и идти от партии Это проще, это избавляет от необходимости собирать подписи, да, будучи самым выдвиженцем Я бы, ну, как бы, вот, собственно, партийцы считают, что так, хорошо И Владимир Костин, вице-спикер Зак Собрания ЛДПР в нашем эфире, подтвердил, что действительно звонков было много от интересующихся Ну, может быть, это, на мой взгляд, дело каждой партии, как строить свою партийную политику по продвижению интересов своих избирателей Ну, на мой взгляд, здесь это странные предложения Почему? Ну, если человек вступает в партию исключительно для того, чтобы получить какие-то льготы и преимущества Или корочку Для участия в избирательном процессе Следующим шагом, рискну предположить, будет взимание какой-то платы за подобного рода шоу Ого, да ладно Ну, еще раз, ну, Аня, у нас есть закон о политических партиях Если человек разделяет программу партии «Взгляды» и ее членов, он может вступить в эту партию с тем, чтобы участвовать в избирательном процессе На мой взгляд, если человек вступает в партию только лишь для реализации каких-то технических моментов Ну, это припахивает проституцией Я такие вещи не одобряю Если, конечно, здесь... Ну, а если при нынешнем нашем избирательном законодательстве, ну, нет возможности у человека, который что-то хочет сделать Войти в политику и стать депутатом любого уровня, да? Вот кроме как вот так... Членство в любой партии налагает на человека, который хочет таким образом войти в политику Определенные обязательства, моральные, правовые, какие угодно Не сможет человек избраться, получить мандат какой-то и потом сразу выйти Если он баллотируется и избирается как член определенной партии В случае выхода из этой партии, ну, он просто сдаст этот мандат А не подчиниться воле руководящих структур партии Такой политик, закавычу это слово Ну, он абсолютно не самостоятельен Ну, а тогда в чем его ценность? Вступай ты в партию, иди по обычным спискам Слушайте, вот вообще в части подобного рода способа выборов Ходили и ходят масса слухов, которые действительно говорят о том Что фактически место в списках любой партии Стоит определенную сумму в либо российских, либо американских рублях Но мы не утверждаем, ходят слухи Нет, нет, ходят слухи До меня доходили такие слухи Многие... Вам не предлагали? Я не политик, и вряд ли когда-то им стану Может быть, как раз именно поэтому я достаточно спокойно И рассуждаю на подобные вроде отвлеченные темы Яна Чеботарев, не политик и юрист В нашей студии у нас впереди полуминутный перерыв, и мы вернемся Продолжаем выслушивать особое мнение Яны Чеботарева, юриста И я к Яну Евгеньевичу сейчас обращаюсь Как человек, который инициировал несколько информационных поводов В течение последней недели Ну, собственно говоря, первое Это, конечно же, дело по Александровскому костелу По принадлежности Александровского костела Напомню, Ян Чеботарев представляет католическую общину Ну, если коротко, да Вот, собственно, противником в этом процессе выступает Мингосимущество выступает противником Ну, администрация правительства Кировской области Правительство Кировской области Достойный соперник, весомый такой, да? И вчера, я так понимаю, должно было состояться очередное заседание в процессе По итогам экспертизы, которую провел Центр строительных экспертиз Давайте слушателям напомним, что это за организация, что было предметом экспертизы, ну и, собственно говоря, что было вчера на заседании Ну, давайте Значит, на самом деле, с самого начала судебного процесса, который тянется с начала этого года Позиция правительства оставалась неизменной И сводилась к тому, что правительство утверждало Я думаю, что утверждает сейчас Что исторического здания римско-католической часовни Александровского собора в городе Кирове не существует Что историческое здание погибло, было утрачено, уничтожено В ходе многочисленных реконструкций, которым здание костела подвергалось в период с 1935 по 1953 и 1991 годы включительно Что сейчас имеет место быть органный зал, который никакого отношения к никакой религии не имеет И, соответственно, на который не распространяется закон о возврате религиозного имущества религиозным организациям И вот целью проведения экспертизы, о чем мы заявляли соответствующее ходатайство И являлась необходимость ответа на ряд вопросов В частности, соответствует ли ныне существующее здание Александра Органного зала Проекту римско-католического храма архитектора Войцеховского, который был построен в период 1897-1914 годов Привели ли реконструкции, в частности, последняя реконструкция 1991-1992 годов К созданию какого-то нового объекта недвижимости И насколько отличаются имеющиеся здания от того здания, которое строилось в начале XX века Мы получили на прошлой неделе, поступил в арбитражный суд Кировской области документ, экспертное заключение Где эксперты как раз отвечают на поставленные вопросы И говорят о том, что в результате реконструкции 1991-1992 годов всего-навсего были проведены реставрационные работы Что имеющееся здание не является новым, что оно полностью соответствует проекту архитектора Войцеховского И представляет из себя римско-католический храм, Александровский костел С добавкой подземных вспомогательных помещений Которые в настоящий момент используются для обеспечения доступа посетителей И эксперты также отметили, что данные помещения не имеют самостоятельного назначения Являются вспомогательными Что это значит для вас, для участников процесса и для правительства области? Для меня, во всяком случае, это означает то, что доводы правительства Кировской области Эксперты отвергли Сказали о том, что то здание, которое мы можем наблюдать на улице Дрелевского Является римско-католическим храмом, который в настоящий момент используется под органный зал Дериндяево, Дериндяево улица Дериндяево, Дрелевского, это перпендикулярно Оговорился, Дериндяево Значит, и на мой взгляд, также это говорит о том, что так как это здание никуда не делось Оно в свое время создавалось для нужд верующих И в Российской Федерации существует и пока не отменен закон 2010 года Номер 327 ФЗ о возврате религиозного имущества религиозным организациям Такое здание должно быть возвращено И у правительства есть максимум 6 лет для того, чтобы бесечить филармонию Новым залом для размещения органа И передать здание приходу Пресвятого Сердца Иисуса 6 лет с какого момента отчитываться должны? С момента обращения Обращение у нас последнее состоялось в декабре 2018 года То есть от этой даты должны считаться 6 лет? Значит, я рассчитывал, что вот на последнем заседании, которое состоялось вчера Мы как минимум услышим позицию правительства по поводу заключения экспертов Может быть, скорректированную позицию Ну и рассчитывал, что вполне вероятно, что ШУД приступит к рассмотрению дела по существу И может быть, даже вынесет решение Потому что на самом деле для того, чтобы решить спор между общиной католиков и правительством области Достаточно установить всего лишь наличие того здания, которое община и просит передать Если оно существует, оно должно быть передано Я думаю, что та позиция, которую сейчас озвучивает правительство В ближайшем будущем будет скорректирована все равно Вчерашнее заседание по существу не состоялось Оно было проведено Но заняло, я засекал по часам порядка 6,5-7 минут Сразу же представители правительства заявили ходатайству об отложении минимум на 10 дней Рассмотрение дела Они не ознакомились с результатами экспертизы, так я понимаю, да? Не успели? Ну, на самом деле, это лукавство Не такой уж большой труд прочитать 20-30 страниц текста Во всяком случае, мы с отцом Гжегошем ознакомились достаточно быстро Чтение весьма приятное, простое, незагроможденное Кучей непонятной терминологии, ничего неясного там для нас нет Я полагаю, что правительство будет пытаться каким-то образом оспорить это заключение И в настоящий момент ищет специалистов Они могут запросить еще одну экспертизу? Ну, судебный процесс не накладывает ограничения в этой части на стороны Просить у суда можно все, что угодно, хоть луну с неба Так Просто каждое ходатайство должно быть обосновано Перебирать всех экспертов в Российской Федерации до той поры, пока не найдется кто-нибудь, кто Скажет, что это не здание религиозного назначения Так Кто скажет то, что хочет услышать одна из сторон Ну, безусловно, хотелось бы многим, но суд, как правило, к подобного рода хотелкам относится очень правильно Просит обосновать такие ходатайства На самом деле, повторные какие-то экспертизы невозможны, но только в том случае, если есть какие-то сомнения в заключении экспертов, которые представлены в суд Соответственно, для того, чтобы просить проведение какой-то повторной экспертизы, нужно найти какую-то ошибку Вот Центр строительных экспертиз, насколько такая уважаемая организация в экспертной среде? Мне на самом деле неинтересно, насколько уважаема организация Центр строительных экспертиз Экспертами являются физические лица граждане Специалисты с соответствующими дипломами, уровнем квалификации, образованием и опытом работы И вот те эксперты, которые участвовали в проведении натурного осмотра, в составлении экспертного заключения Они обладают необходимой квалификацией Этот вопрос обсуждался еще на стадии назначения экспертизы Потому что суд назначал экспертизу с поручением ее проведения конкретным лицам, которые эту экспертизу и провели То есть люди уважаемые? Ну да Частливо правительство области находит других уважаемых людей, не менее уважаемых? Ну на самом деле еще на этапе решения вопроса о назначении экспертизы Правительство пыталось привлечь к проведению этой экспертизы ряд кировских специалистов Но, к сожалению, уровень их квалификации не шел в никакое сравнение с москвичами Все-таки там центр Мы не хотим сейчас обидеть кировских экспертов Просто там опыта больше Ну во-первых, опыта больше Во-вторых, там нужны все-таки специальные опознания в искусствоведении Найти специалистов в области истории архитектуры в городе Кирове все-таки весьма проблематично Имеющего соответствующие дипломы Экспертов-строителей, слава богу, у нас пока достаточно Но с учетом того, что здесь вопрос ставился не просто о проверке состояния здания костела, как он существует сейчас А о фактические соотношении картинки архитектора Войцеховского 1890-х годов и нынешнего здания К сожалению, в царское время, может, к счастью, к разработке проектно-смертной документации Люди относились более легко, нежели ныне И весь проект господина Войцеховского Это просто большой красивый рисунок Там не так много размеров Соответственно, что там делать эксперту-строителю? А вот приложить свое умение и знание человеку, который специализируется в области истории архитектуры и искусства Есть где, с тем, чтобы установить наличие соотношения основных пропорций Декора здания, компоновки, композиции Вот подобного рода специальностей в политехническом нашем университете, в Вятском государственном Не готовят пока еще Поэтому пришлось воспользоваться услугами столицы Ну, 10 дней попросило правительство Пусть ознакомиться На ознакомление и, возможно, на подготовку ходатайства Может быть О привлечении каких-то экспертов Может быть Следующее заседание когда? Следующее заседание назначено на 19 июля На 13 часов Я еще хотел бы, чтобы в 13 минут было Но суд сказал, что достаточно просто часу дня Просто часу дня 19 число ждем, собственно говоря, дальнейшего развития событий И еще одно судебное дело, в котором вы участвуете И которое, как я понимаю, рассматривалось И тоже с правительством Да, 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 и тоже с правительством Я хотела сказать, какая-то традиция просто у вас пошла Яна Чеботарев против правительства Кировской области История связана с транспортом История связана с перевозками пассажирскими И мы эту тему поднимали Как-то в одном из особых мнений Когда вы пришли и сказали Они видели ли вы постановление правительства Номер такой-то, дата такая-то Вот они что думали И, собственно говоря, вы сказали, что будет жалоба И что жалоба будет рассматриваться И посмотрим, что будет Ну вот, собственно, рассмотрели Рассмотрели Давайте напомним просто вкратце фабулу В апреле сего года Да, правительство издало постановление Которым запретило частным перевозчикам Которые осуществляют перевозки пассажиров по заказу Более трех раз в течение месяца Подбирать пассажира в определенных местах При этом под такими местами Поднималась вся территория города Кирова и Кировской области Ну там не так было написано Там было написано запрещено там-то, там-то, там-то и там-то По маршруту следования регулярных автобусов Регулярного транспорта В местах стоянки В местах парковки В местах продажи билетов В радиусе километра от автостанции, автостоянок Мест продажи билетов На площадях, улицах, переулках города У торговых центров, общественных зданий На парковках По улицам И фактически не уточненный этот документ Он создавал препоны для работы частных перевозчиков Которые работают не только на, ну скажем так, на регулярных рейсах Из Кирова там куда-то в районной области Но и для тех, кто работает по каким-то... Как раз, вот смотрите, у меня тут есть ошибка определенная Есть отличие регулярного рейса и перевозок по заказу Конечно, я понимаю, да Регулярный рейс это регулярный рейс Он осуществляется на основании каких-то лицензий, разрешений и прочее Значит, есть перевозка по заказу Когда, например, предприятие заказывает автобус для того, чтобы возить по определенному маршруту своих сотрудников Но подождите, это фактически... То есть в моем понимании, как обыватели, а не юристы, это тоже регулярный рейс То есть, извините, из точки А в точку Б идет определенное время, каждый день автобус Он идет с определенными остановками Забирает сотрудников предприятия или, наоборот, их высаживает Ну да То есть это регулярный перевозок С точки зрения закона, это все-таки перевозка по заказу Хорошо Значит, и как раз подобного рода постановление правительства Выводило за грань закона Всех перевозчиков, которые осуществляют подобного рода перевозки в городе Кирове Почему? Устанавливалось ограничение, что один и тот же автобус чаще трех раз в месяц Не может подбирать пассажира, ну, например, на театральной площади или рядом с ней На парковке у Джиммола, либо у железнодорожного вокзала Вы сказали один и тот же автобус, то есть речь только об автобусах идет Да То есть такси, там машин, четыре пассажира, вот это не касается Ну, как раз в постановлении правительства не расшифрован никоим образом вид транспортного средства Просто моим клиентам в подобного рода процессе была транспортная компания, которая осуществляет автобусные перевозки пассажиров по заказу Ездят и по маршруту Киров, Сыктывкар, и в Уни, и в Слободсково Это лицензированные компании, там водители проходят осмотры предрейсовые, то есть с точки зрения закона они работают честно Налоги платят Да И как раз выяснилась забавная вещь в ходе судебного процесса, что правительство на самом деле не отрицало того, что действительно они воспользовались теми полномочиями, которые были им даны 220-м федеральным законом об организации перевозок пассажиров и багажа С целью защиты интересов правительства, ну даже, наверное, с целью защиты интересов автотранспортных предприятий, находящихся в государственной либо муниципальной собственности, назовем так Вот здесь мы сделаем небольшую паузу и вернемся к этой теме после полутораминутной рекламы Продолжаем с Яном Чеботаревым обсуждать проблемы транспортных перевозок по территории Кировской области, не только Кировской области, мы говорим о рассмотрении в суде дела, связанного с постановлением правительства области А постановление, напомню, запрещало частным перевозчикам пользоваться, не знаю, какими-то преимуществами, непреимуществами забирать пассажиров во многих точках города Кирова и везти их по тому маршруту, по которому хотят Перевозки по заказу Да уж тут, честно говоря, тут вряд ли Правительство действовало в интересах регулярных перевозчиков, которые так или иначе с правительством, ну с областными властями связаны Ну я не знаю, там Кировский автовокзал и вот там Кировское транспортное предприятие Не скрывалось, в заседании суда не скрывалось Может быть Почему подобного рода постановление правительства и родилось Значит, да, действительно говорилось, что отбивают хлеб, правда, на наши вопросы, а почему опасаются здоровой конкуренции Некоторые предприятия так или иначе связаны с правительством области Ну, ответа не последовало, ну бог с ним Значит, тем не менее мы предложили правительству в заседании суда доказать обоснованность тех решений, которые они приняли Правительство не смогло обосновать И в настоящий момент 2 июля было принято решение, изготовленное в полном виде 5 июля Оно вступит в законную силу, соответственно, 5 августа В соответствии с которым постановление правительства было признано частично недействующим В части вот этого странного запрета более трех раз подбирать пассажира В ряде мест, в частности Если решение вступит в законную силу, я на это надеюсь Перевозчики смогут подбирать пассажиров на всех парковках, на всех остановках в черте города Кирова и Кировской области На остановочных пунктах, не создавая при этом препятствий для регулярных перевозок Я правильно понимаю, что в черте железнодорожного вокзала, вот эта вот площадка, в черте автовокзала Точно так же это все будет происходить, то есть это будет не запрещено На любых площадях города Кирова и области На стоянках, на парковках, на площадях, на площадках Так Я рассчитываю, что... Ограничения какие-то есть на перевозчиков все-таки? Не должны создаваться препятствия для осуществления маршрутов регулярных перевозок Ну, условно говоря, не может подъехать водитель-частник к остановке перед автобусом Как-то заблокировать, как-то помешать и прочее, прочее Это единственное ограничение Фактически, да Вот эта история с не чаще, чем три раза в месяц, она тоже не будет работать То есть можно ездить каждый день Ну, ограничения некоторые, некоторые ограничения сохранились В частности, не чаще трех раз в месяц можно создавать препятствия А, вот так, понятно А не создавая препятствия, можете ездить сколько угодно, сколько влезет На самом деле, посмотрим, я не уверен, что на этом все закончится Кировский областной суд свое веское слово сказал Что-то мне подсказывает, что правительство, скорее всего, не удовлетворится таким решением И напишет апелляционную жалобу В результате мы будем встречаться еще и в Верховном суде Российской Федерации Но если жалобы не будет, то тогда по истечению вот этого месячного срока Где-то в начале августа будет опубликован полный текст решения суда Значит, в официальном источнике информации правительства области Ну и, соответственно, правительство подкорректирует то постановление, которое они и издавали в апреле месяце То есть фактически будет подготовлена просто новая редакция На самом деле здесь, я думаю, что попытки каким-то образом расчистить рынок транспортных перевозок Для дружественных компаний Как-то осложнить жизнь частному бизнесу, который занимается перевозками Я думаю, что здесь подобного рода меры еще будут предприниматься Может быть, это будут какие-то дополнительные лицензионные требования Может быть, какие-то дополнительные проверочные мероприятия Но, тем не менее, на самом деле, год от года вмешательство государства в частный бизнес только растет Ну вот, смотрите, давайте с другого ракурса взглянем на эту историю У нас в студии были перевозчики государственные, да И они жаловались действительно начальников в том ключе, что отбирают хлеб Почему? Потому что частные компании, как уверяли наши гости, они несут меньшее количество затрат Они не проходят предрейсовые досмотры, они иногда не оформляют лицензию Иногда, значит, работают в черную, не оформляют страховку на пассажиров Затрат меньше А мы вот государственные предприятия, мы надежные И потом мы берем на себя социальную нагрузку И ездим по тем маршрутам, которые частникам невыгодны По которым частник никогда не поедет, условно говоря, в какую-нибудь там заброшенную деревню И вот ты, когда подходишь к этому вопросу с этой стороны Ты понимаешь действительно, что да, ведь и правда, если частник не поедет в эту деревню То кто же будет оттуда возить людей-то? А если частник загнется, если государственное предприятие не будет ездить Если государственное предприятие загнется, то как эти люди будут оттуда выбираться? Ну, давайте пообсуждаем эту тему Есть соцнагрузка? Ну, во-первых, насчет соцнагрузки Здесь, опять же, лукавят ваши собеседники Почему? Как предприятие, которое выполняет определенную социальную функцию Простите, они бедные и несчастные Помимо этой ответственности Получают еще соответствующие дотации Либо налоговые преференции Что касается малости затрат частного бизнеса Слушайте, я сам отчасти занимаюсь бизнесом Я искренне заинтересован в том, чтобы у меня не было лишних затрат Если частная транспортная компания не содержит того количества нахлебников Которые, как правило, присутствуют в компаниях, так или иначе связанных с государством Так честь ему и хвала У него и затраты поменьше И свою социальную нагрузку она тоже выполняет Значит, что касается плача Ярославны Относительно того, что якобы частные компании Не проводят предрейсовые осмотры водителей Не заботятся о безопасности Отсутствуют страховки и прочие вещи Этот вопрос обсуждался в этом же суде Я представил и лицензию своего доверителя И соответствующие документы Не надо всех... Ну, может, не о вашем доверителе, может, начало речь, да Я просто пытаюсь сказать о том, что существуют определенные полутона Не надо всех стричь под одну гребенку Безусловно, как в любом деле Есть люди, которые относятся ответственно к своему делу А есть разгильдяи Но меня откровенно возмущает то, что наше правительство Не обязательно даже кировское правительство Бог с ним Вообще власти наши Решают проблему всегда самым простым путем Нет ничего легче, кроме как чего-то запретить Давайте запретим бизнес Нам не нужно будет решать вопросы Как регулировать те или иные отношения Давайте запретим транспортным компаниям Возить пассажиров, чтобы на рынке присутствовали только государственные компании Кому от этого легче будет? Вы что считаете, Аня? Что граждане ездят на частных компаниях И зачастую платят иногда даже дороже Почему-то иному, кроме как то, что компании муниципальные и государственные Как раз не ездят по всем местам По всем населенным пунктам, куда люди хотят попасть Очень не гибко себя ведут наши казенные транспортники Они не мониторят постоянно уровень пассажиропотока Они не знают куда И в какое время граждане хотят уехать И во сколько должны отъехать от Кирова А у них еще автобусы большие И не очень удобно ехать в какую-нибудь дальнюю деревню На большом автобусе Чья это проблема? Купите автобусы поменьше Я согласна, да И ездите И конкурируйте нормальным образом Но это же, согласитесь, это нечестно Если есть государственные предприятия, которые имеют льготы Налоговые преференции Государство, правительство всех уровней За него поручаются перед банками Оно получает какие-то льготы При заключении договора лизинга нового транспорта И помимо этого еще и на законодательном уровне Ладно не через ЗАГС собраний Через властные полномочия исполнительной власти Но тем не менее И здесь еще мало того, что льготы получают государственные предприятия Так мы еще и давайте частный бизнес загнобим Чтобы совсем хорошо у нас было Мы это проходили уже 75 лет жили Есть возможность как-то примирить эти две стороны Ну то есть можно же как-то Простите, пожалуйста, за грубое слово Но можно же как-то поделить рынок Ну, во-первых, рынок тем и хорош Что его делить невозможно Итоговое решение принимает потребитель Если потребитель голосует рублем В пользу этого же частника Значит дело государства Не запрещать частнику работать и зарабатывать деньги А установить механизм С помощью которого государство сможет Выполнять свои социальные функции Контролировать безопасность оказываемых услуг Чтобы водители проходили предрейсовый осмотр Чтобы были лицензии Чтобы были страховки Никто ведь здесь никаких палок в колеса правительству Не вставляет на здоровье У нас есть транспортная инспекция У нас есть ГИБДД в конце концов Если этот же автобус Который везет группу туристов куда-то Либо едет в Сыктывкар Останавливает сотрудник ГАИ И у водителя нет полного комплекта документов Простите, транспортная компания Такой штраф получит От которого больше не оправиться никогда Именно поэтому Вот те страшилки, о которых Вам Очень часто говорят Ваши гости Они все-таки являются Художественным преувеличением С тем, чтобы как-то обосновать Драконовские меры Может быть Вот это лично мое мнение Мы же в моем мнении Да, особо Я считаю, что Здесь все-таки, как всегда Была спутана причина и следствие Что под соусом достижения Безусловно, благой задачи Использованы были абсолютно негодные средства На самом деле нельзя С тем, чтобы человек не совершал Преступлений Возможных каких-то Сразу превентивно заключать его в тюрьму А, ну да Все сидят, никто ничего не делает Все закрыты И у нас преступлений не будет Да, полстраны сторожит Полстраны сидит И статистика хорошая Прекрасно Это не наш пункт Юрист в нашей студии Да, программа Особое мнение на этом заканчивается К сожалению Вот мы не успели больше ничего Мало поговорили Но мы еще соберемся Благодарю гостя И до свидания До свидания Особое мнение на 101FM